Добрый вечер! Не проигрывали. У Vegas Squadron все похуже. Есть и поражение Си и выигрыши. Ну, в общем, Альянс это машина, которую уже сложно остановить. Она как снежный ком идет, становится все больше и больше. Ну, посмотрим. У микрофона сегодня будет работать Lex. И Смайл, Серега, привет. Привет, Леха. Отлично, дела. Привет. Добрый день, дорогие зрители. Дела просто замечательные. Капитан Здрафт, я не знаю, я в него влюбился. Шикарный режим после Америки. Каждый раз разный. Да, даже не в Америке. Вообще, в этот мод Капитан Здрафт, я в нем влюбился. Тут очень, во-первых, быстро все происходит. Эти команды банят эти по три героя. И все. И очень быстро проходит драфт. И все как-то новое, веселое. Круто играют вообще команды. И да, Альянс здесь боги пока что. Вот эти последние игры, которые они играли, они ой-ой-ой, что творили. Ну и вот режим. Почему он крутой? Почему он интересный? Потому что в наличии всего лишь 27 героев из там 100+. 27 персонажей, 9 сила, 9 инта, 9 ловкость. Ну и, в общем, по три бана на каждую команду. После этого идет просто 5 пиков к ряду. То есть, каждая игра может различаться. Там и пика Арквардена мы видели, и пика Рикемару. В общем, разные персонажи, разные меты. Каждая игра по-новому идет. Ну и вот. Для Альянсов, как я вижу, этот мод удачный. Потому что ни одного поражения, это мощно. Ты Капитан Здрафт комментировал вообще? Да, да, комментировал еще, когда квалификация. Арквардена видел? Видел, видел, видел. Это очень жестко. Я видел Арквардена, играли Ликвида против ЕГЭ. Ой. Это жестко было. Ну вот, удивительно, что его не забанили, потому что в Сиграх, где Арка видел в драфте, его банили сразу, там, чуть ли не первым баном. Потому что, ну, пока страшно было. Но здесь Арка нет. Из героев необычных есть Рикемару, которого я также видел, но он не особо заехал. Все-таки герой слабоват, контрит там элементарно с эндрями гемом. Так что, думаю, Рикки мы здесь не увидим. Тем более, для Альянсов герой не такой постоянный, как Рикемару. Ну, ладно, посмотрим. Давай перейдем к стадии драфта. Queen of Pain, гирокоптер для Альянсов. Вега пикает себя энчантрас, дизраптора и бисмастера. Не уделюсь сейчас увидеть Альянсов подобие такого пика что-то. Типа, может быть, Рубика, Трента. И потом они какой-нибудь закрепят с каким-нибудь Варлоком, может быть, в соло легкую. И пойдут там гирокоптер, Трент и Рубик воевать. Но сейчас энчантрас уже была пикнута, поэтому они, наверное, сомневаются по поводу этого Варлока. Все-таки трудно будет стоять против энчи. Вот энчантрас, как я понимаю, это не факт, что будет ведь оффлейнер. Это возможный саппорт или лесная энчантраса, бисмастер на оффлейн. То есть, получается, два оффлейнера, и энчантрас, и бисмастер очень хорошие. Как по позициям распределяться-то будут? Я думаю, пик бисмастера все-таки, он вынуждает уже, ну, идти энчантрас в лес. Потому что вряд ли бисмастер будет с мидой играть. Это как-то так. Ну, это, во-первых, это не нового она героя, не нунчика. Во-вторых, ему все-таки нужно более активное. Кто тут активно есть? Активно есть Ланая. Ну, вот Дум. Дум для Бальдога. Вот он Дум, да. И, конечно, очень опасный в тимфайте. Там и Дум, и Соник Вейф, и Рубик что-то сворует по типу Рора и Кулдаун. Опять же, агрессивные герои, которые с появлением ультимейта начинают просто по карте бегать. А Дум мы знаем, как быстро фармить с помощью Эдевара и какого-то потенциального Мидаса. Но вот Альянса, да. Снова идут давить, давить своего соперника на стопе Мидгейма. Сларк и Мидера не хватает. Ну, там Пларка есть, там Пларк, но паслится. Пларка и Магнус. И Магнус, вот, да. Это два от последних мидера, которые вообще, в принципе, остались и жесткие. Там Пларк и Магнус, и они решили все-таки Магнатавру выбрать. Неплохой такой баф будет. И Сларку там уже, и Бессмастеру тоже можно накинуть. Он может пойти в соло своим третьими играми раскидать. Да вообще файты вега сильные ведь. И РП, и Рор, и там подсветы статик штор можно поставить. Если будет хороший РП от Магнуса, можно реально убивать все команды Альянс там буквально за пару секунд. Вот, это все-таки, да, соло на Enchantress, оффлейн, Бессмастер. Ну, все понятно, все по-стандартному. Паша Кэрри. Завтра будет Саппорт, Магнус, Мид. И Альянсы. Ждем Бульдога на Думе. Посмотрел тут игры Na'Vi. Угу. Вот, и жду команду, которая им будет банить и Инчу, ну, на Кэптанс Моди, и Инчу, и Чена. Хочу посмотреть потом, что Na'Vi будет делать. Ну, вот видишь, Na'Vi изначально на этом турнире были, потом отказались, буквально там чуть ли не за час до начала встречи. И, как бы то забавно ни звучало, пришли места Na'Vi, Мамас Бойз, которые по итогу тоже из этого турнира хотели уйти, но им не разрешили, сказали, играйте до конца. Они решили поиграть. Так что сегодня Мамас Бойз будут играть против команды Virtus.pro. Ну, по крайней мере, на данный момент информация такова, что будут. Ну, я не знаю, что будет через час. Да будут, будут. Может быть, они снова откажутся, потому что всякое бывает. Ну, надеемся, увидим Мамас Бойз. Непонятно, правда, в каком составе, кто там вообще будет, потому что все вроде уже распались. Ну, ладно, это будет попозже, это будет уже через 2-3 часа. Да, вот сейчас у нас играет Alliance Vega. Следующие у нас, по идее, должны играть как раз-таки Virtus.pro.mamas Бойз. И под конец вечера у нас будет такое американское дерби, типа американские... Ну, как, сложно сказать, американские. Тип Team Liquid и DC. Ну, там Resolution наш, так что, я думаю, тоже будет интересно посмотреть. Ладно, поехали смотреть. Vega Squadron, сторона Radiant, Паша на сварке. Сема Заслайер на Дизрапторе, ноу-1 на Магнусе, Соло на Энчантерс и Маг на Дисмастере. И Team Alliance, S4 играет в миде на Queen of Pain, Аки играет на Личе, Лода играет на Герокоптере, Эгэм играет на Суппорт Рубики, Адмирал Бульдог. Соответственно, будет играть оффлейн Doom. Doombringer оффлейн. Ну, не фак, что долго будет на оффлейне стоять, я думаю, что пойдет на сюда. Это не оффлейн, мне кажется, он сразу вообще должен идти, по идее. Еще посмотрю по закупке Герокоптера. Он, наверное, в легкую пойдет сразу с Личом стоять. Многие знают комбинацию Doom плюс Лич, очень хороша она. Мы уже от Альянс видели на Starladder и вообще в обычных играх, так что ничего удивительного. Вот это у вас в пике Лича не было. Ну и как, по твоему мнению, кто победит на этой карте чисто посторя на пике, не думая о командах, а именно в виде героев? Ну, по героям, по героям. По героям нравится все-таки больше, наверное, вега. Но тут от исполнения зависит, потому что тут есть такой переворачивающий скилл, как РП от Магнуса, да? Да, но это РП может и своровать и Рубик. И в ответку даже может дать, это же РП. Еще хуже будет по итогу, да, если это Магнус в РП. А РП давать не так сложно, то есть там... Если ты не попадаешь в РП, то этот РП воруешь. Если у тебя есть хоть какая-то реакция, реакция, там, пятилетнего ребенка, то, о, ты должен своровать РП. Потому что Магнодавр очень долго спел и кастует свои, что и с Кювер, что и Волну. Поэтому он не должен успевать в другой спел закастить для того, как ты у него своруешь РП. Хорошо, Альянс просчитал ли линии, как раз поставили, не Лича с Думом ни вниз, а наверх. Что наверняка подумали, что Вега сделает то же самое. Не хотят стоять как раз против Дума с Личом внизу, чтобы Лич не жрал сильный экспоус Ларка. И было все зачитано, линии были четко проставлены. Сейчас непонятно. По итогу Рубик может вообще не приходить вниз, потому что будет спокойно фармить Лода-1 с Бейсмастером. Рубик может приходить, миддл помогать тому же СФО, убивать Магнуса, который против Квенов Пейн стоит, но не очень хорошо. Все-таки это милишник против Квенов Пейн, который закидывает свой клинок и больно бьет. Так это будет происходить постоянно. И на топе. Так же Сларк особо здесь не пофармит. Времри будет не так просто, если Дум сейчас выйти на линию с Троллем. Нельзя оставлять Бейсмастера 1 на 1 против Герокоптера, потому что Бейсмастер его перефармит в Салат. У него слишком сильная атака. 70 против 50. Под Кабанчика. Маг вообще встрять сейчас может. Нет, слишком много крипов. Да, Телекинес не было смысла просто кастовать. Ну да, там первый бараш, а он и так, в принципе, не очень крут. Еще под этими всеми крипами было бы бесполезно. Ну и Enchantress пока фармит этот новый спаун. Смоук. Есть тролли, есть урса. Можно эклопнуть и сеточку дать. И попытка будет выйти в мидл на СФО. Или же пойдет на топ сейчас Соло. Соло идет на топление. Да, я думаю на топ. И там изекилы. Ну а там пока Сларк ничего не прокачивал, не поумститерпакт. Пока не знаю, что ему нужно будет. Ну, смотрим. Соло. Ждет момента. По Вижну видим, что Соло все видит. Только крипы хорошо стоят сейчас. У Альянсов национный выход. Выход на Аки. Выход на Аки. Аки должен прогрызать деревья и уходить на топ. Или Бульдога убить. Бульдог минус, да. И Бульдог погибает. Соло при этом стоит жив. Соло больно. Еще один удар от Тавера. Еще один удар отличает от Тавера. Минус есть. Размер хороший. Аки также должен убить. Аки до конца. Гони Турса. Клэп через секунду. Клэп есть. Клэп. И будет. Клэпчик. Клэп. Есть Нимирсаки. Да, кинотик от Сёма был замечательно. Главное теперь убежать. Дум съедает просто Урсу и Сёма убегает. Ну, слушай, хорошо. Убили Дума, убили Лича. Потеряли саппорта. Энчатер сойдет. Неплохо, да. Все, удачно очень. Получилось. Ну и Мак, да. Как Виж, подход крипам. Фармить. Сим-крипочку. Герокоптер 8. Он сейчас играет, может загонять. Очень хорошо. А вот и Мак, а вот и Мак. Ну, нет. Сложно. С одним телекинезом. Тут еще и Паша при ходке ГМ в гости. Телекинеза-то нет. И ничего ты не сделаешь. Топоры в единичку, но их хватит вполне. Даже без топоров. Просто топориком. Мак взял и затыкал. Очень своевременный такой был свап линиями от Паши. И круто, что попал под этот килл. Да, и телекинеза, как назло, не оказалось для Рубика. Напомню, ребят, что Вега вообще является в этом матче абсолютным аутсайдером. У них там коэффициент просто огромный. Там около четырех, по-моему. А на команду Альянс 1-2, 1-3, в общем. Изи заливать можно, ребят. Изи заливать. И пока, знаешь, не могу сказать, что как-то Альянсы выглядят намного сильнее. И они реально фавориты. Такого нет. Так что пока непонятно, право ли вы. Ну, в принципе, понятно их идея. Один из побед подряд. И Альянсы не остановить, я думаю, что это ясно. Тут не Альянсовский пик на этой карте. Поэтому то, что они исполняли вот эти все 20-ти минутки свои, когда они откатывают, там, бля, был Альянсовский пик. А здесь совсем не Альянсовский, стандартный пик. И с этим пиком можно сражаться. Тут нету ни Фурионов, тут нет ни Лондруидов, тут там нет каких-нибудь там Омни Найтов. Выход есть от Соло. Есть сеточка из Тан от Кентавра. Телекина сдаётся. И Гэм пытается уйти. Ну, тут Глинк, стандартный страйк. Ещё висит и тычка от Паши Бутли. Нет, Паша не ласхитит, но фраг есть. И Гэм пока что в Фидоне. Тут, откровенно образом, на центре. Ну, он продолжает размениться со Сфо. Ну, вот на центре, как раз таки, пока тишина. Но это пока. Ну, НРП нет, поэтому Сфо не убить. Кривстату. Магнус 18, Кривстату. Слушай, интересно, ведь Нум стоит 1 в 1 практически по Кривстату. Да, и он стоит ещё без Эмпауэра. Это очень интересно. Притом, некие саппорты ни тому, ни другому не помогали. Ну, молодец. Отстать линию против Кривстату. Хорошо по Кривстату. Будет все вровень. Это стоит много. Так, ну и руна регенерация. Кто успеет? Если дать скьюер, может быть... Успеет, Магнус? Да, и скьюер пошёл. И Нум забирает все руну. Ещё идёт дальше. Там Кентавр подходит. Но не успеет. Мув спит, у Леча побольше на 20 единиц. Ну, хорошо, что успел вообще. Прочитал, что Леча туда идёт и скьюер им просто доехал. А там Вард стоял, он увидел просто, что переходил. Там Вард только-только его поставили полмилиты назад. Это и помогло. У Магнус уже на топе. Линьи поменялись. Ну и Бульдог против Магнус стоят, как и должно было быть изначально по плану одной из командов, что точно. И вот РП почти есть. Не знаю, будет ли, ну, сразу с этим РП куда-то выходить пытаться убить. А на топе, на топе Маг-то... Маг ещё воюет до конца. Клэп от Бульдога. Телькинесс? Телькинесс сейчас будет. Да, Телькинесс и... Фейтболт? Да, я думаю, Мага. Маг, конечно, живучий, хоть армора, но... Ублевает его таки. Бульдог. Без Дума. А Дум сейчас ещё и появится. Вот оно, Дум есть в наличии. Маны нету. 30 маны всего на счету. Ну да, маны мало. Пока что Бульдог без Медасны, только Фейсбутс. Такой более, опять же, боевой. Хотя посмотрим, может быть, после Фейсбутс вполне может Медас появиться. Кто его знает. С4 есть ультимейт. У Нуна РП также практически готово. Вот и оно. Аршо-2. Ультимейты появляются у мидеров. Паша, Порменшилл, топорик, кольцо, протекции. Тоже никаких Медасов. Пока что нет. Ну и фарма у Паши. С фармом всё отлично. 4 асиста, понимаешь? 4 асиста. Просто просто ни одного килла. Это для кэри очень печально, когда ты не убиваешь, не получаешь много денег. И при этом ещё не фармишь. Это нормально, когда ты убиваешь вдвоём. С кем-то. Когда ты убиваешь там втроём, вчетвером. Это так себе. Да, там по 30 золота. Маг. Есть ли телекина, телекина. Есть. И достаёт всё-таки, но уже слишком поздно. Лода развернулся. Просто не поверил. Фейсбусы ещё есть. По-любому догнал бы. Перек толпа в курибах не заблочился бы. Да, Андрюха, соберись. Выход в Аки. Кенотик фил. Попытка бразжёлтый паут. Ну, глимс, глимс, глимс. И убивают. Да, был близок. Очень. Очень был близок, чтобы улететь. Немножко не хватило. Так, там замачивается Нун РП. Бывают такие случаи, когда РП случайно и даётся. Надо быть аккуратнее. Ну и руна. Баунт. Пока что и Нун, и СФО 0-0-0. КДА пока что не убивают миндеры. Как это ни странно. Обычно всё-таки какие-то выходы в мид постоянно, саппорты там. Та же энчантра в смоках. А тут энчантра даже на мид ни разу не выходила на СФО. Подумали, что сложно будут убить. На боковых линиях делали весь экшн. Ну да. Как раз эта перетяжка от Сларка была. Тоже заставила понервничать Рубика. Пару раз он умер на нижней линии. Буквально в течение одной минуты. Смотрю у Варды. У Еги-то уже Варды потихонечку пропали. Стоит только Вард один внизу. Один бесполезный, который тут спаун блочит. Но команда Альянс. Ну вот новые пошли Варды как раз. Ну да, вот они полетели. Забежал у нас из Раптора. Вот первый, вот второй. Притом-таки я очень агрессивный ведь на заход на вот эту вышку в перспективе. Тут же Аймагрос может быть что пробить. Ну, хорошо. Варды, конечно, дают много информации для атак. Потому что пока у нас файтов 5 на 5 или даже каких-то нормальных файтов не было, у нас всегда киллы идут в соло героя какого-то бедного, то Бейсмастера, то того же Рубика. Левосфарк уже с ультимейтом. Левосфоба прийти, помочь, убить Нуна. Сониквейвом со скримом. И скрим там уже замакшенный. Почему бы не попытаться? И выходит Аки, ну, под Вардом правда идет. Я бы сейчас на месте соло бы пошел бы просто на топ. Зал бы там пару крипов себе крутых. Какой-нибудь Урсу и там, не знаю, сатиры. С, ну, хорошими нюками там под 150 и 160. И просто вышел бы на топ. Под ультимейт как раз мага, забрал бы Баггер Коптер. Ну, это сейчас самый стандарт, самый дефолт, как можно убивать с Бейсмастером. Ну, да. Один маг-то не справится никак, у него просто урона не хватит. А пара первая, третий кабан, третья птица, первая пассивка и ультимейт. Надо помощь. Согласен. Ну, решил соло, что просто пока можно пофармить леса. Может здесь получит больше, потому что если килл не получится, то много времени потратит. Ну, вот как раз это смок у него. Сейчас, наверное, урну дофармит себе. Принесет свою урну, смок и пойдет, как хорошо. Тем более левелл 6 будет, и импетусы, вот они появляются. А вот с импетусами это уже совершенно другой разговор по убийству героев. Чисто дэмэдж, пробивающий БКБ, это всегда важно. Это да. Если получится сделать килл, как раз урна еще зарядиться будет очень круто. Наверное, ждал как раз этой урны. Сейчас пойдет со смоком, наверное, все, мы пойдем вместе. Не будет один юзать от смок. Так, Аки. Под ястребом стоит его, видно. Аки тут что-то выходит, пытается как-то помочь, но пока никак не получается. Потому что его всегда видно, где он не ходит. На всей карте эсфо забирает руну иллюзий. Ставится энчандрс. Ой, извиняюсь, маг. Без руны. Прыгает кинал в пэйн, и вот маг может быть как-то рор. Нет, просто убегает, и эсфо дальше не полез. А он видел ли этого эсфо вообще? Да-да-да, как-то видел. Не знаю. А нет, хотя нет, барда не было. Нет, нет, не видел. Просто пошел, видимо, фармить. Пошли просто фармить, а тут оказывается бы маг. Вега-вега-вега-вега-вега-вега. И Сема в смоках. Соло. А статик шторм есть? Нет, статик шторма нет. Да, без статик шторма. Только через рор, да. Ну, и увидят. Егэма, Егэм снова встревает. Ну, слушай, это неплохо. А тут кинал в пэйн приходит. Есть, но не эквэйпа. Не ошибка ли это? Зачем вы сюда полезли? Не совсем ясно. В итоге эсфо... А эсфо же никуда не летит. Там тандер страйк. Там тандер страйк и урна висит. Вообще никак. Очень круто все сделали. Странно полезно. Не могу сказать, что даже круто вега. Куда полезли альянсы? Знали, что там два героя. Там есть бисмастер. Прыгал на кинал в пэйн потратил свой блинк. Второй. Даже сегодня поедали не кастовали. Очень странное решение было просто туда лезть. Если вы видели. Или они не видели энчандрис. Потому что со смоков вроде солото вышел. Вместе с сатиром. Сложно сказать, но... Минус есть. Кинал в пэйн и рубик. 7-3. Вега начинают уверенно по графикам лидируют. На 1000 золота немного. И по опыту нули. Правда, и Сларк, и Гирокоптер пока фармят. Что у нас там по натворсикам? По натворсикам у нас Гирич все-таки явный лидер. Ну да, он фармит. Он убил. У него все-таки не ассист, а именно килл. Ну и Магнус, Сларк, топ-2, топ-3. Дум, топ-5. Кинал в пэйн топ-4 Дум. Опять же безмедасный. Просто брейсер. Кстати, тут появление блинкдайгера довольно быстрого. На 10-ой минуте. Без аркан. Просто magic wand bottle. И с этим блинком надо выходить в смоках. Их идти куда-то гонгать. Ну опять, либо Квапу, либо Гирокоптера. Кого-то из скоров надо забирать. Потому что такие артефакты, они должны реализовываться мгновенно. Их не должны видеть противники. И под смоком ты должен выходить. С этим артефактом делать килл. Потому что это так и должно быть в доте всегда. Вот, вниз на Дума. Полетели, да. Дум есть. Ну и Дума тут должны убивать. Но это такая тактика. Команда Вега была изначальная. С этими героями приходить в смоках. Танк в минуте десяток. Огорел на эрли. На мидгейм. Только появились ультимейты. Блинк. Все. Выходить. Убивать. Я думаю сейчас куда-то подставиться. Бульдог выйти хотя бы на сантиметр. К возможности прыгнуть. Дать рп и все. И тут шансов мало. Бульдог знает хочет. Он хочет таких пиков этих побить. Сейчас его возвращать будут. И его вернут. С ума. И Глеймс есть. Есть. Статик Шторм. Не хотят родить. Не рор. Не рп. Бульдог пока живой. Но импетус. Импетус. Еще один полетел. По бульдогу. Тандр страйк не добьет. Висит земля. Земля четвертая. Он не убил. Ну что это за бред? Должны были убивать. Эй. Импетус. Рп по 2 ЕМЕ. Сегамаки поцепили. Аки подвезли. И ближе к себе. Еще чайник аки запустил. Но чайник просто в никуда. По итогу. И соло уже доминейтинг. 4-1-4. Орна. Белл. Ботинок. Маджик Вэн. 9-3. 9-3 счет. Ну по итогу. Нельзя сказать конечно что. Прям шикарно. Вот что было бы лучше. Убили бы Дум или убили двух саппортов. Влечая Рубика. Убили бы Дума. Потому что Дум. Да. И он Беннетворса лучше. А Личи Рубик. Последний. Предпоследний. Герокоптер сейчас как может. Все это. Разогнать. У него. Есть. Герокоптер. Пойдет. Так в тупую. Ну там. Соло. Ну. Есть ли варды? Ничего нет. Да. Он по троим пошел. Глянсует. Соло. Просто ответ. Только Лода пропал с карты. Скорее себе подумали что он где-то стоит в лесу. Фармит. А Лода не в лесу. А Лода с Руной Инвиза. И он тут. Пришел. Есть 2 кила. Да. Проперся Лода на эту Руну Инвиза. Потому что у него был телепорт хороший. Просто подобралось. Сразу телепортнулся на Тир 2. И. Очень. Красиво. Все разрулил. 9-5. Начинает Альянсов потихонечку отвечать. Мак. Ну разумеется. Стандартный дембилт. Ботинок. Потом Некра. Некра 2. Некра 3. Дальше по ситуации там travel uplink. Паша. Есть глимс на бульдога. Кинетик филл. Пару импетусов. Надо снова отойти подальше. Еще один импетус. Еще полетел. И бульдог минус. И. 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 Забыли про мага. На самом деле у нас Альянса. А он потихонечку потихонечку скребет. Скребет. И. Первый Некра уже появляется через 90 голды. И. Ну да. С Некрами можно опять же выходить. И пушить. И потенциально на какого-то Рошану. Можно пытаться его убить. Да и в принципе в драке неприятно сейчас будет. Пока у лода не появится блогенбар. Или он вообще у него появится. Нет. Он будет своим флаккеноном убивать эти. Ээээ. Как раз Некра. Даже с первых Некров там взрыв. Существенный. Даже для саппортов. А под флаккеном. Да. Гирокоптер пока. Ну в конце слушай. Гирокоптер то уже и плотный. Под Сенджем. Нормально. И. Маджиквенс. Что есть? 1200 хп. Ну вот 1200 хп это не 3200 хп. Ну да. Да. Вот 3200 хп на так. На таком минуте это наверное многовато. 10.5. Есть РП у Нуна. Есть Рор у Бейсмастера. Ну и что может попытаться куда-то снова выйти. Например на мидл. Есть там егм. Прыгни. Притяни там. Ну надо помощь. Один. Но он не справится. Ноль помощи. Маг. Мага видят. Информацию дали. Ну варт исчезает уже скоро. Поставил здесь 7 минут. Никто его не сбил. И по вардам ничего больше ноута не появляется. Вот один вар поставили вега сюда. На заходы на линию. Вроде счет 10-5. А по графикам ну не видно прям этого какого-то жесткого преимущества. Потому что там ну двушка и тысячонка там по XP. Причем если просто стоят команды все формят, то альянсы там вперед вырываются. Ильич жрет с крипов и получает XP. И Doom тоже очень много. Doom это главная проблема если посмотреть. Бейсматер 3 700. Doom 4 700. Вот она та самая тысяча которая куда-то подевалась. Ну и плюс саппорт. Со флайера. Да. Именно за счет двора. Так ну и в смоках. И смок очень хороший. А что по vision? Ничего Нун и соло не видят вообще. Увидели иллюзии. РП по иллюзии. Мне касается больно что смок ведь не спал. Но смок ведь не спал. Но смок ведь не спал. Ну что ты маг. Ну что за фейл ошибки. Сейчас ответ может быть. Ну и все надо уходить. Сейчас соло просто продавать. Да соло. Соло в минус. Еще всех крипов забрать. Помочь лоди. Мы то не гнобим игроков. Но даже я со своим ММР знаю ведь что смок. В смысле я гноблю. Ты то можешь. Я не буду. Потому что ну смок ведь не спал. Это же весь логично. Не стоит. Ну ладно. Может маг просто поспешил. Да бывает. Еще не проснулся на самом деле. Андрюшка. Раздуплиться. Все бывает. Бывает бывает бывает. Ошиблись. Отдали соло. Но я дают вышку. Хотя по-моему. Да еще не могут не давать. Сейчас. Ирп же есть еще. И могут под ряду сейчас. Под энчантерс сейчас нападать. Смотри. Вон. Эрп есть по двоим. Летит соло. Статик Штором просто замечательно. Кастуется. Антема минус 2. Моментально делается. Ну что? Пошел он Петас по бульдогу. Будет на земле пытается уйти. Возвратка. 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 И нелег満. Возвратка. И вот он антема минус. Хорошая ответка ответили. Отомстили за соло. Да должны были понимать. Должны альянсы были понимать что так сейчас произойдет. у них должно это в голове быть что сейчас может прыгнуть магнотавр стянуть нас отвести под штатик шторм дезраптора и под появление как раз оставался одна секунда у энчантрас что так яга просто товара даст они тут то было пола вышка уже вторая не крайне без мастера скоро они еще откатится придачу ну без рп наверное без рора идти не стоит поэтому можно отойти по графикам немножко менять цифры там до 3000 бега начинает вести но это все не критично на 16 минуты 3 тысячи вести это не проигрыш команды дайер поэтому все нормально ирокоптер сэнш и бкб фармите без яша просто лода по ним хотя с другой стороны да там будешь тасаться от стих шторма от паунса но но это не кровь а так то там и импетусы там и бисмастер с рором там и магнус рп ответ экономить сейчас будет не такой полезный блокенбар и вот она ответочка егэм выходит егэм есть у него тиммейт прыгает эспо воруется глинз придачу сема они живы еще все еще не паша паша лотари сейчас паша может борьбаться на развороте шлипсер ор хорошо 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 почему она тупо шут почему она тупо шут пошел чайник по соло залетает соло еще один удар есть криминус соло паша пытается не лучшая цель был новым слишком на гармору земля горела лимстует вашу назад ваша без ультимейта ваша просто пейт болжер где бараш и минус почему так все криво как они все круто сделали они за тот же ли этот тупой ганг от альянсов не альянса ничего не смогли сделать потом просто квапа подставляется сразу едой этот урар в лицо просто фокус не ее а если герои будут набегать туда прыгнуть на них магнус просто сейчас из-за ошибки альянсов и альянсы все равно выкрутились и смогли сделать минус 3 я говорю сейчас очень плохо сыграла в этой ситуации тот же сларк пришел нанес 200 урона за файты все мейнгейн у команды вере тоже пойти не было купил себе сларка пыталась кстати сларка мы давно не видели уже где-то ходит фармит все паша как-то потерялся на карте ну надо свой золотар реализовывать по без лотаром если ты не убиваешь что-то от этого да во первых лотар нужно реализовывать во вторых нужно срочно могу на фармить третья негра и это будет очень очень круто ваша ну как ты видишь в сфоне как она а как можно увидеть а тут есть ли порт от магнуса будут скорее всего прыгать но вот так и да аки тут и без армии сразу шахвой его подстиливает на 600 хп там там без шансов особенно под макшины паунс и dark pact плюс удар слотара там эти 600 хп с прокаста просто убивает и появляется и ул у queen of pain для чего здесь может быть полезен но например можно стать и к шторму хотел можно даже от рп как-то сэвэдить уйти в юл ну и опять же по цифру артефакты не нужно было собирать ни в коем случае что орхит был бы здесь бесполезен да там есть против сларк вроде можно на нее накинуть это орхит но если успеет нажать дар пак ты будет бесполезно паша скорее все успеет этот факт успеет и конечно и против штатик шторма раз там против допустим климс есть а клипсу и просто вывел себя и все нормально что что альянса дела-то у вас не очень шанс то по графику по графику то что не очень но да да мы видим мы видим что как ты прориска вначале веги не нужно много слотов у них есть хорошие способности очень крутые в них и серфа у них есть рор у них есть этих шторм если хорошо кастуешь ты пойти практически всегда выигрываешь и мне уже там иметь шесть лотов и дикий перри фарм дабы файт выиграть с помощью хорошего рп вы сейчас веге файти бы подожить не тратся за это тавор сейчас слабее есть это дум бешеный у него полторажный полторажка по если он успеет поражать себе землю и он побежит на всех он всех убьет из герохопта с блэкин баром 1500 хп тоже с блэкин баром 21 армор под личом еще это все лич очень хорошую раскачку делает не стал макси там нюки свои дарк ритуалы sacrifice то есть и просто армор под макси лайт очень круто также против сларка он бесполезно становится когда он замедляется против милишников хорошо опять же бакин бар настолько ли он здесь полезен я говорил что много способностей через бкб идут да главное чтоб него остальные способности не входили он более живучий стал с этим блэкин баром даже тот же сларк у него проказ неплохой титарпак депаунс наносит не мару немало урона там 30 тысяч урона может нанести если там с лотаром ударит и нанесет как раз проказ весь в этом почти почти косарь залетит вот он рошан выходит альянс дума скушал волка поэтому есть аура очень полезная для всех и веги но для веги вот здесь вот воевать это просто идеально ты врываешь ты жрп там по 4 по 5 а как вега не знает поехал а вега просто да вижу это у них отсутствует хотя слушай вижента был на помнях приплетал они по увидели но они не могут сейчас не могут тем более сема там был без хп заявить аеги за гирокоптером и разумеется деньги команда lines вот этим блокин баром еще добавлю как раз есть же у нас фрост армор и он неуязвимый становится вообще у него становится сейчас у 23 армора плюс сейчас подойдет думаю на свои 28 армора и под включает блокин бар ну тридцатка армора на 20 минуте это что это очень жестко вот эти кто тебя бить будет счета замедляешься когда бьешь более веги не особо там много из урона там опять же считаем импетусы топоры от бис мастера ну и ладно почитаем сларка который тоже уже бьет руки все больше никого нет больше магии идет тот же макрос руки бьете сильно правильно правильно пушат отжирают своего сларка всех отжирают третий не краще через 20 голды появляется без мастера и после этого можно уже драться ждет мак пока прячется но интересно то у нас игра получает очень равно я пока до сих пор непонятно кто сильнее кто слабее что будто спокс если дальше фармить смотри есть юл есть пт есть вариант может быть какой-то не знаю опять же блокин бар здесь еще одного как думаешь да я был на его месте бы тоже уходил бы какую-то думаешь ну там блокин бар да там кимошки раз искать и там мк башки ну просто ты можешь не стал бы делать какого-то мага здесь скопу потому что она здесь не будет слишком кто-то или помощь по пути заверка вот пойти там через секс 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 шиву вообще шива и там например на бульдоге кантики раз это тоже будет жесткого мира минус так спит во вторых опять же армор самара это просто жесть не века пока и выйти в байт уже очень долго 10 него ведь просто ходят форме от фарсера все правило это они отжираются стараться не могут отжирать есть лода ну лода опять же сам цель не лучше а вот убить то уже аки было бы круто маки аки под центрями стоит или там титу должны это понимать что центре стоит варды ваши ищет 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 вынюхивает кто же тут давайте сейчас кого-то найду вот купил себе паша лотар и по моему ноль кило просто было под алтаром ни одного героя но отличие красоту клича да да но это стоит ли это того чтобы вот и лотар дешевый артифак нынче но все равно что паша под им пауэром наваливает во-первых сплэшом во-вторых и больно наваливаю дай мышь там появляется так что если будет рп паша там все будут убивать вместе акинатик вилд ставится с полоду перекрывают альянс это воевать хотят они понимают у нас аегис у нас бкб у нас лейвл 13 у клопы и второй сторонник вейп они хотят идти в бой они хотят разменить свой гирокоптер на команду вега либо там хотя бы на кого-то магнуса и бисмастера как вариант и кстати фармить себе нун шэдоу блэйд доброваться более неожиданно там прийти в лотар чемпида темпы там уже аспо потому что прыгнуть на испо сложно он блинкаут делает моментально всегда там задержка очень маленькая но все-таки есть небольшая задержка можно успеть улететь об лотаре эффект неожиданности этот опен фраг должен если что и быть что пока что магнус в лотарке не палит он в стэше лежит до сих пор да и думают вега еще минуты двинар не будет драться как раз таки вот аикс у нас пропадает через две минуты и вот после этого может быть какой-то выход с макея и сделают они на альянсов либо альянсы сами сейчас просто на рампу будут заходить и чуть вот эти тир 3 tower потому что они должны все-таки не крат все-таки грызут они хотят отдавать еще зафармить не кровь хотят это не много не мало 400 золота напомню и подцепили там и гэма и гэм живой прыгает пашу убивают и гэм и готова час альянса воевает дум на пашу хорошая есть глимстует бульдога назад ну дум то висит на паши это надо сейчас главное этого пашу найти ну там и петус рп и вот он юл про который я собственно и говорил из по уходит отличная работа от визерка мандальярс еще вернется у него есть у тебя еще с пашу нет уже не окей а я петус 224 просто урона 200 золота и паша забирает ласточкой рп нет а где где мак мак далеко рора не будет маг дальше тут уж топ ну слушай неплохо да не рп потратили в никуда кинул пейн ушла но имея эгис альянса потеряет двух героев двух саппортов это не круто а вега никого не потеряли размацевали как-то драка была во всех местах там они кто-то гонялся за пашей кто-то еще за кем-то и чем просто стояла и на одной точке и просто расстрелил во все стороны всех ой просто 4 4 столба 250 урона просто до бульдог порвался а бульдог понял что не прав они квей будет это сло поднимайте и писать и статик шторм уже минус бульдог и сло пытается убежать импедус остается 8 хп у кэрл фейн пошел чайник по нуну минус нун дальше убежать на сёма сёма вижу есть и нет и нет ниже на сёма появляется в последнюю секунду на телекинез кулдауне и уходит отсюда и на топе тот топе мак мак дельфор должен брать и рор и бить и бить и убить эгэма и минус эгэма и минус я думаю да и мы теперь партируем сейчас там сейчас и прямо сейчас ты мы прямо сейчас нужно было ты партируются успел бы что сказал вылоду убить бы да не успел уже него здесь выгибает дропы за их прав крипаху здесь вот в своих крипах зайти и ты бы делал так все для хорошо для ведь начинал зачем они ушли потом дай пошли дальше разбороть и воевать или просто отойти более рп не было в этом мире очень много неизвестного и ученые не выяснили почему так произошло но они решили битер два вышка мы это видели ворвался бульдог и вроде все было плохо и вроде было отличиться текстом но как же решаете сил артефакт дешевые относительно но был бы диску и торчит и своба видел бы окно есть но здесь уже и от рп от этих шторма спасся обычным и вам остался на 8 хп живой да просто живет его был про замечательный выбор уже и point booster будет огонь им будут ходить вот этот кусочек надо подзакинать ненужного здания остается то ли альянса не видят они не видят походу просто так заинали конечно так герокоптера немного и вот у тебя доминатор купил талисманов вейджин выход бутерфля и сларк у нас с ультиматор по сларк фармить себе скади сэн что есть дмкб еще долго и если сейчас герокоптер успеет быстренько нафармить его там за минуты 3-4 то будет очень круто у лоты все очень круто вообще лотный network 15 300 у сларка тем временем всего лишь 12 200 я опять же считаю что лотар здесь немножко хоть и 5 2 9 но лотар так себе круто реализовал уже что есть то есть ведь увидим что при хороших кастах способности вега могут приплощать при плохих они проигрывают файт почти стопроцентно из мастер вот уже маг из валенком неожиданная инициация там быстро рор дать так что ну надо как-то остановить этого герокоптера потому что он очень много сейчас за миджа раздает очень много у него 200 там сколько 200 20 руки и еще владимир да сверху много да да больно мог вот так побежал паша в лотаре опять пытается кого-то найти не получается не запасно опасно внизу но они видели они видели без милота с мастер и вот не убеж у них стоит вард бежда это не такой прям идеально не стоит на рампе но хоть как-то на ладу vision появляется уж точно но я гоним уже у вас поесть о 125 счет не лучше но для команд делать работу очень много бульдог барабанчики блин к ландерс 1200 в курьере ничего ну пока не терраса там сейчас в смачок будут ходить который должен в курьере лететь нет не будет . пока нет просто бегают друг за другом прикрывают товарища ладу смог из курьере у веги и вега может попытается это выйти смог пока только лежит в курьере на базе нет нет ну и соло полаганима мы видим что соло не загрязни что за приводит вообще нет рассказывай я думаю наши зрители тоже не все знают но это по-моему с властелина колец лорд of как там долл эмбров потом тебе напишу как он там четко помогла слин колец у него раньше полным ником подписывался там там не знаю через два года наверное после того как начал играть начал сокращать ну комметаторы наверное попросили что-то власть ну да 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 смири себе отзывайте да не он просто большим буквами потом подписывал каждого из каждого названия из каждого слова первую загадную букву взял из этого получил снег лода интересно так что там лорд кого-то там это ваша можно сказать какой не никто же интересный вот вашу да можно сказать ваш историю интересный зовут его павел и он хорошо играет кстати паша там вообще на лоду вытянут там стоял сэн 3 варта лодо это видел паша выходные гэма эгэм чик егэм дал теликина с дарпаком сбивает рп по двоим дается надо пошибить и там еще и рор в лоду лоду сема глимсанул как же обидно немножко не сыграла сема вместе с пилси тут второй раз фокус не удался ошибаются он немало ошибаться то есть мы видели ну он рп дал не то сейчас просто роры после этого глимс ошибки ошибки сейчас пока мешает команде ведь хоть они разменялись но все равно эти ошибки они могут повлиять на исход встреч по итогу такое ощущение что команды мало играют краски официалок нет у них вот этих жестких повседневных официалок когда ты играешь без ошибок когда-то много-много-много-много играешь и не ошибаешься каких-то дефолтных местах хотя вега ведь играют и на виплее и на каптан здравте то есть игр у них вроде как должно хватать но все равно их не хватает но мы видим что не хватает ошибки существует может мало тренируется или мало как раз сыграют каких-то пабов там но для себя там в микро потому что я по себе знаю что если ты долго не играешь даже там допустим неделю такой теперь есть от компьютера ты потом к мышке там полдня привыкаешь что такое мышка вообще ну и что по графикам опять же вообще как и было всю игру там на уровне две тысячи три тысячи тысячи так и остается две тысячи за команды вега и по опыту около трех то есть до сих пор не было преимущество больше пяти тысяч она такой минуте и на 30 преимущество 3000 это вообще не что забудьте про него это за один файт преимущество либо увеличивается дальше либо на доходе до нуля я бы так я бы товарищ славка сейчас посоветовал бы прям сразу мкб уходить никакой низкаде ничего просто мкб потому что если он мкб это не соберет сейчас слога сберете бабочка и он его не сможет пробивать вообще под этим фрост армором под бабочкой он будет кусок клеймс с по просто подальше ну согласен с тобой но вот пока линкенсфера приобрелся паша низкаде а линку дабы и выйдить те же телекинеза но и главное разумеется это ультимой дума это самое опасное тем более дум фармить себе аганим скипитер уже будет устраивать наличие мы знаем что огонь может штука очень жесткая что файт из ларк просто не будет хотя я думаю что если паша уже к стану там вдруг дум саганиму тоннел 1 на уже надо стоять до конца и просто пить просто пинать свою руку эту ошибочку сделался был зубка чего-то все поправил 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 статус видите ребята после бабликов забывай постоянно ну да я выключаю так что все теперь все работает так есть хороший выход магрос рп и но он в инвизии что по центре амальянцы надо было прыгать надо было прыгать ну ну но есть рп на только по двоим но дум на паши дум на паши дум на паши закоснули вирус били и группейн живет убили все лишь рубик какие же там импедусы от соло убивают бульдога аки также вирус и лота подсовет соло за бактерфляем за лодой это все равно трудно будет пробивать он не может он просто не попадает соло бить бесполезно он сейчас прикал сделает подбежал нун за лодой а че нынчик ты хочешь сделать надо рошан добивать иди посмотри надо прощак и тебя забивать он сейчас забьет его паша сейчас должен убивать там смотри что маг творил все это время мы про мага забыли мага то файти не было ломать убил тир 3 вышку почти убил ржа бараку не был милишный и мистер шан и миша для веки вот и казалось рп там дали по двоим хотя можно было там и по четверым по пятерым и вроде и дум получил паша но паша снова это тут спокойно переживает и возвращается поет короче если товарищ чипенко был по в траке сейчас по рп дали бы как раз и подумал там и по кому по пепам им додали или и вышел вот этот герокоптер в блэкенбаре всех начал расстреливать если был бы здесь где-то маг в этой точке он просто блэкенбар дал бы свою рп и все и герокоптер бы никому не убил бы полдракет в своем бкб и ничего бы не делал ну да опять же вот эта фишка бкб что у тебя вроде есть но мы видим насколько был круто тот же соло даже без аганима насколько больно навалил соло он там убил бульдогу практически один потому что бульдог как я понимаю когда полетел импетус сделал блинкаут этот импетус там залетел на 500 урона чистого я думаю это было слишком больно ну а теперь драголэнс аганим урна это саппорт энчандрес это не уфлэйн энчандрес тоже немаловажно что есть тот же лич тот же рубик не настолько полезны пойти именно в плане физдэмэджа как соло который бьет стоит и бьет 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 больно паша бегает под вардом кричит убейте вард стоит здесь что нет не работает пассивочка сейчас придут задача среди то что лифт легенду тоже преимущество казалось бы небольшое но имея с ларк это может бивать варды не имея при этом гема полетели как раз то есть у команды лямс надо покупать либо гем либо много центрей иначе никак и вот герокоптер лода бутерфляй сэнш доминатор пкб и фэйсбук сэнш яша что дальше есть вариант апнуть сатаник и потом заменять телепорт и все статы все есть у старка что у нас наличие ну еще а егиз два слота я и телепорт может быть потенциально еще и лотар либо продать либо апнуть и 5 силе в рейдж варианта 2 супер башер здесь очень нужен это следующему либо мкб либо супер ваша собрать ну я бы на его месте мкб все собрала потом супер ваш шинка башка есть порешает ранее они это хорошо сейчас подрались но они выиграли а с мкбшку он бы эту герокоптер просто стер бы мак я все думаю персеверанс будет ли это линка либо же рефреша просто вабанку ход мак чтобы два ультимейта гаспорта есть рор я думаю может быть нет даже без даже без арбаем убивают бедного эсфо там топоры ни края вообще шансов не было соло даже не смог подойти импеду свой дать слишком быстро убили паша паша на миде один против ваша но он выжжет и что-то растут его егис как-то мне искать тут даже я думаю если должен выбивать по логике что-то раз уходит дум и выйдет хотя возможно были не думай и был в лейд сниматься довольно схожая паша дар пак прыгать не попадает просто пятерых пошел его там пытались поймать да нечем ловить не нет каких-то фиксации есть один рубик и все фиксации миллиард вообще не только у команды лянцы фиксации нет как мы видим дум казалось бы опасно против сарка надели как-то от бульдога не то что пользы нет но не столько полезен пойти как мы думали изначально что будет мешать ваши выигрывать файты нет и заход лода . 1 . 2 . 3 просто минус пол кабины и лоза на бас пойдет пилиться а он че нежел не было промазать хоть разок там и три удара без процентов нет извините кстати веге надо идти на топ да на мид имити смысла нет там стоит tower out на топе барак рэнджовый на 490 хп и айгис есть просто и грифа нет а клипы 50 секунд как будто это трон сам раджевый брак потому что веге надо идти айгис всех способностей есть главное дождаться момента пока альянса подставится как вариант забайтить нас ларко добавить вас ларко начали пирать и потом провода вниз надо пушить все-таки на всякий случай лучше не рисковать они у них все хорошо всех может по графике что там на 7 500 по галты 7 500 по xp вырывается вырывается вперед это как раз после этой драки но при этом паша до сих пор казалось бы отстает но паша файти выгод сейчас посимпатичнее а с мкб вот паша сейчас вы на топе лода пошел есть миссы есть рор лода вообще в этот раз не пробивает пабе по двоим и акип литерна лод и убил этих шторм уже никуда это минус 2 есть вайбек игрок струйте еще и гэма куда же ты пошел и гэм и гэм пауза пытается уйти даже телегиры отдают и соник вы по двоим могу убили но он очень покоцанный и бульдог минус и бульдог минус и бетусы просто а в бэк только один у геракоптера как бы и глиф должен появиться был глиф есть да окей но это мин сторона там пытается с по как-то пушит на понимаешь на лете то вас упадет глип до сих пор и есть геракоптер на тысячи 43 секунды без байбек это минус транс троп от аегис кей но вайбек есть но все равно клип надо нажимать глипсы эти очень добиваете их там 2x они 2x пропалки а не отпуска ваша доказательства убьет нажмите глиф альянсы не нажимает альянсы глиф вообще забили на него таки соло как это уже неважно кто-то погибает соло все мы либо же мак могу же отправился таверну но он живет ставится центре и стивер будет я там что-то страйк ювер юверы полетел уж это у страйк это все неважно убили трех героев окей у вас упал здесь они могли глиф нажать и эту этот брак задавить да он зарегонился в этом лишь на парах был да но они его не нажали то ли забыли то ли просто пошли как-то так в панике вот так хотя на альянсов не похож что они пошли куда-то в панике альянс эта команда опытная но мира две стороны вега очень близки к победе примере сейчас рефрешер у мага появляется варвара это может быть то есть такой момент может быть это реки в звере для исход например это даже не смотри у него у него стану 4 секунды у герокоптера с пока башка 7 вот тут только бкб и заяц стан и рефрешер и все и бкб бесполезно он без бкб его в принципе заяц стан еще убить может так вот тупо за дз это через рефрешер можно мы видим с появления мкб герокоптер уже стал какой-то слабенький несмотря на айс армора армора посмотри сколько немного армора под теми пассивками потому что если очень быстро в кусят леча он не успевает всем армора эти раздать и потом как драка продолжается сам счет секунд 30 со всех армор спадает просто если дума спадет армора он очень слабый будет дума то ничего сегодня армор ты не купил кроме там лейберс но это не то есть ни кираса ни шива ничего нет бульдога только бдай с армором да выглядит симпатично без него очень средненько чантерс 3 800 у соло ну что соло что можем посоветовать может кто-то маска мэдос еще купить идти просто под моему наваливать и вот видели мы таких энчантерс бкб бкб просто рад кликом вот так вот пришел давайте телекинеза противные даже queen of pain не мешалась допрос от не стоит на холл позиции из бешеного анжакова не там рейнг сейчас 870 да и бей как хочешь а эту энчантерс попробуй убей это еще хп она еще и с подхиллом то есть никто энчантерс файти обычно быстро не пакушат да да и бкб только одно ведь как мы помним да бкб только одно то есть не убить нереально с помощью физдамиджа и паша вместе с магом что альянсы альянсы видимо что ты видишь под ястребом под ястребом все происходит и паша прыжок мимо патчат дуэнас любиток ловит рор рп по 2 и 50 нужно поднимать его правда в юмл это уже неважно иду в ликкер сферу папаши пошел ваша живет в агро фрэш по лоди еще один рор паша стоит просто бьет бьет лоду лода минус это минус 4 и по-моему это гудгейм просто сделать мегагрифол поставится всего лишь один из фона он может быть гудгейм уже находит его хендерс пилдом и просто идти уже это мы да там был все-таки в линку да это именно так и из по минус 1 0 века выигрывает этот поворот с коэффициентом 4 0 и не побеждают и и мне страна ошибкой команды вега игра понравилась это не поворот даже по миху было видно что чем альянса если в начале как-то нет все не доминирует потом потом эти два ультимейта тропа работает один герокоптер не вытянет просто в него потом кастовать и все вот так вот я побеждают альянсом нужно отыгрываться да это виндера даже если они проиграют то всегда есть шанс фуза рак себе покажет показать но от альянсом ждут победу и пока поражение неприятно как понимаю и стрик прерывается из побед вот она первое поражение вега останавливает машину под названием альянс так ну что ж уходим на паузу пять минут мы послушаем музыку и надеемся что игроки быстренько присоединятся не начнем смотреть за второй картой скоро вернемся да да